Приветствую вас. Честно говоря, я думаю, что вопрос, который вы ставите, уйти или нет, поставлен максимально некорректно, насколько это вообще возможно. Мне кажется, что ставить вопрос так как вы, это значит никогда не решить проблем, уйти или не уйти. Мне кажется, дело немножко в другом. Дело не там, уйти или нет. Мне кажется, дело в том, что каким-то образом почему-то вам очень важно, с одной стороны, чтобы парень был весь в своей семье, чтобы никуда не пил. Это первое, что вам важно. Второе, вам почему-то сложно открываться людям, очень закрытых человек. Если вы открываетесь уже чуть ли не события, то вы довольно стеснительный человек, естественно. если вы довольно чувствительный человек, то абсолютно нормально будет история, что вы будете держаться под того, кому открыли. Другой вопрос, что настоящее ли это отношения, настоящее ли это чувство, когда люди находятся друг с другом, не потому что хотят, а потому что боятся никого не найти. Больше. Может быть, вам нужно научиться открываться. Вот. Чтобы было не так уж. Для вас это чувство было тяжело. Понимаете? Поэтому. Вопрос здесь. Вот. Вот. Пожалуй. Вот. Именно так вот. Вовторим вы позиционируете себя как участник. созависимых отношений и вы позиционируете себя сами как созависимых, к сожалению. Об этом мне нужно. Эти минуты не работают. Вот, в принципе, то, на что бы я обратил ваше внимание. Сейчас, по крайней мере. Я понимаю, что вам страшно, понимаю, что вы боитесь, но просто то, о чем вы говорите, как сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович, слабо похожий на любовь. Не, про любовь это ваше внимание. То, что вы практически не полагаетесь на себя, а то, что вы, ну вот, опираетесь на другого, пытаетесь это сделать, пытаетесь в смысле опираться на другого. Это очень естественно и, соответственно, боитесь вы как будто бы жить, боитесь вы как будто бы жить, быть живой. Вот. И вот в первую очередь с этим, на мой взгляд, нужно вам работать уже. Потом, когда вы больше внимания себе будете выделять, можно будет раскрывать другие важные аспекты вашей жизни, такие, например, как личные границы, такие, например, как ваши цели, ваши желания и прочее, 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 прочее. Вот. Ну, пока что, я думаю так. Вот. Просто сами посмотрите, вы приводите аргументы за, приводите аргументы против, имеете аргументы против, они исключительно про ваш собственный конфликт внутренний. То есть человек, и человек, и человек здесь вообще ни при чем, там по себе. Вот вас привлекает только, по моим ощущениям, да, вас привлекает только его надежность. Вот. Ну, на мой взгляд, это, на мой взгляд, этого мало. Для того, чтобы выстраивать, ну, выстраивать качественные, здоровые отношения. Вот. Как-то так. Поэтому никто, никто за вас решение не примет, Ну, было бы это ненормально, ненормально принимать. Такое решение за вас. Вот. Ну, на мой взгляд, помочь вам разобраться в себе и в том, чего вы хотите, вполне нормально. Но, решат, как бы это вам уже. Вот. Вот. То, что я мог бы вам сказать. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было, как минимум, полезно. Вот. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Всего доброго и удачи. Я надеюсь, что вам и удачи. Продолжение следует...